Купание в фонтанах, громкое скандирование девиза «Никто кроме нас» и прочая эмоционально-бравурная атрибутика Дня ВДВ – это не промозырь. Как оказалось, праздник голубых беретов – это праздник семейный, день, когда вспоминают службу в армии, сослуживцев, рассуждают о патриотизме и о настоящем братстве. 2 августа – это честь, достоинство и отвага, во-первых. И воспоминания о службе. У каждых войск свой праздник, есть каждое число и так далее и тому подобное. Так же, как и для нас 2 августа. Дмитрий Чекупаев отслужил в спецназе главного разведывательного управления еще в 2006 году. С тех пор 2 августа – особенный день не только для него самого, но и для всей семьи. И это видно невооруженным взглядом. Береты, флаги – особый настрой. Мы обычно всегда с детьми гуляем, везде по городу ездим, какие-то аттракционы, парки. Потому что я хочу, чтобы мои дети, у меня 4 пацана, чтобы они выросли тоже защитниками нашего отечества и понимали, что нужно праздники такие ценить и за мужа. Потому что он мой защитник, и поэтому мы отмечаем этот праздник. Я считаю, что это долг мой. Мужчины в голубых беретах и тельняшках вместе с семьями приходят в городской парк, чтобы тихо и душевно отметить День десантников и сил специальных операций Вооруженных сил Республики Беларусь. Именно так официально называется этот праздник. Тихо, спокойно, без происшествий, чтобы было. А что 2 августа? Ну, день особый такой, вспоминающийся службу товарищей боевых. Ну, так что, день как день. Ну, встречаться мы начали до, мои отношения у нас были еще до, а потом уже муж нынешний ушел, полтора года служил, я его ждала, дождалась. Вот у нас семья, ребенок. Все прекрасно, все хорошо. День воздушно-десантных войск называют праздником военнослужащих, влюбленных в небо. А еще он символизирует патриотизм, мужество и гордость голубых беретов. Виктория Синицкая, Евгений Степанов, Телеканал Мозырь.